здравствуйте товарищи и так сегодня мы с вами поговорим вот на какую тему тема может быть немножко халиварная не не про масло хотя про масло я вот ли у себя такую вкусняшку мне за рекламу никто не платит просто вот от себя так сказать решил показать что я лью это ликви моли full synthetic 10 в 40 раньше я и матюль пробовал что-то последнее время вот решил такой лить поэтому у меня в обоих мотоциклах вот такая вкуснятина ну да ладно это отдельный халивар какое масло лучше может быть когда-нибудь поговорим хотя субъективно на мой взгляд это все субъективно так вот в этом видосе мы поговорим о следующем очень частый вопрос на просторах интернета много видосов есть на эту тему какой мотоцикл брать на кубатурный крупно кубатурный и как вообще как вообще поступить сначала мо легкий мотоцикл потом тяжелее поток ну то есть повышать градус повышать кубатуру чтобы как бы прокачивать скилл я решил тоже ставить свои пять копеек на этот счет и поделиться с вами своими мыслями кому интересно продолжаем смотреть кому не интересно идем куда-нибудь другое место ну а я продолжаю сейчас сделаю глоток кофе и начнем допустим моя история мой как 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 было у меня я сначала мечтал о спартухе как и многие из вас вот у меня была цель я хочу спарту вот просто хочу и все взял шестьсот пятидесятку сибир покатался на нем потому угнали потом ну думаю все спартуку я покатался как бы мне это ну я понял что это такое как бы насытился взял туристический honda nc 750 который у меня до сих пор стоит под окном пока стоит пока не угнали но надеемся что не угонят ну как будет так будет в общем тоже на нем покатался потом не захотелось что-то другого оффроуд больше оффроуда nc х для этого не годится то есть идеальный мотоцикл для города для путешествий по асфальту так что взял я себе honda crf 300 ралли как уичи бутс кто знает тот знает так вот у меня видите я сначала брал как бы повышал а потом я снизил кубатуру с чем это связано опять же я говорю сейчас про себя с мое личное субъективное мнение на этот счет ну во первых моя рекомендация брать какой брать мотоцикл это было это берите мотоцикл который вам хочется на который хватает денег особенности это первый мотоцикл осуществите свою мечту хотите большой чоппер берите большой чоппер если есть возможность если здесь желание хотите спорту уберите спорту а потом уже сориентируйтесь ведь как вот стереотипно мыслить если да то ну как бы ты покупать сначала мало кубатурный потом тебе начинает его жутко дико не хватать тебе надо больше тебе надо все время чуть чуть больше 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 где этот предел где этот предел а потом ты уже когда-то созреешь на литр ну многие бывалые так хотел сказать летчики так говорят что ну вроде надо сначала прийти к литру так в том-то и прикол что тебя трехсотка или 200 двухсотка она тебя может размотать не хуже чем литр и опять же по моему по своему опыту пас по моему субъективному мнению на крупно кубатурном то если с умом ездить то то в принципе не так уж то на нем и опасно если ты дебил по натуре то конечно тебе ты на велосипеде убьешься а если ты адекватный скажем я считаю себя отношу себя к адекватным поэтому я всегда на мотоцикле старался и стараюсь ездить аккуратно то есть сначала ну и с особенности новый мотоцикл когда котором ты ни разу не ездил сначала к нему надо привыкнуть понять его возможности где-то газку дал посмотреть как он себя ведет на разных дорогах с резинами то есть прежде чем в нем будешь уже более менее уверенным это не стоит перегибать так вот поэтому на больших мотоциклах если аккуратно вменяемо ездить то в принципе никаких проблем но как вот в моем случае когда я купил себе понизил кубатуру и вот тут было как раз таки вот в этот момент я себя переоценил я всегда себя недооценивал на больших мотоциклах скажем так относительно большим то есть а здесь думаю я же купил легкий мотоцикл после 750 ким это же там вообще велосипед вот здесь я просчитался потому что этот велосипед это нихера не велосипед поэтому не надо вот это строить иллюзии тает легкий я это херня это вообще потом потяжелее а вот литр кто на литре ездит тот умеет ездить на мотоцикле так вот что нихера вы не умеете на литрах ездить на мотоциклах если вы всю жизнь ездите на дорожных или спорт ух по асфальту даже хоть вы там 10 лет ездить все равно не умеете ездить я могу точно сказать утверждать за себя тоже я говорю я думал что я умею ездить ну чё по асфальту тут открываешь газ он едет как бы нормально и вот когда я сел на трехсотый на трехсотку по асфальте даму на асфальте в она немножко может скучновато едешь едешь ты там свои 120 на ней она нормально едет 120 серия в 300 то есть по асфальту если надо куда-то где-то между прохватить без проблем 120 она едет спокойно не напрягаясь но она создана немножко для другого и вот когда я выехал на оффроуд я-то почему думал вот тот скилл который у меня есть на больших мотоцикла думал его применить здесь а как оказалось то что он нихера не применяем скилл поэтому спустя 10 минут аффроуда лихая я разложился так что пишет разложился так что пришли скоро вызывать как бы на этом покатушка закончилась трехсотка велосипед может сказать мопед который не воспринимается людьми как это даже не мотоцикл да вот литр это мотоцикл а попробуйте покататься вот на какой-нибудь малоаккубатурной техники где-нибудь за пределами асфальт и вы сразу поймете что вы ездить не умеете то есть вас быстро осадит этот мотоцикл поэтому я бы сказал что даже что вот подобного класса мотоциклы они даже опаснее чем вот эти литры во первых на таком мотоцикле ты себя переоценишь очень быстро потому что опять же это навязано обществом что это не серьезные мотоциклы что их даже как вы даже рассматривать не стоит 300 кубов это же ваще педали приделать и велосипед будет хотя на самом деле это очень интересные мотоциклы в своих своих своей так сказать стихии если их использовать в их стихии бездор так что я сделал для себя кое-какие выводы сейчас я все переосмысливаю что касается своей церевки планирую ближайший месяц-два ну-ка по крайней мере хочу перед поездкой в августе поставить тюб лес и чтобы не париться с этим не возить с собой кучу инструментов а возить собой ремкомплект для без бескамерных шин который место практически не занимает и ни хрена не весит потом обязательно надо будет купить вот эту штуку которая поднимает мотоцикл типа домкрат потому что на своем горбучий да я не хочу поднимать когда есть такая штука интересная прикольная почему нет и обязательно надо сейчас защиту докупить это обязательно брейсы не просто колени а брейсы возможно даже это будет артемовские брейсы присмотрел я себе и сейчас когда ребра отойдут когда я смогу уже ехать съезжу в магазин обязательно куплю себе полноценную защиту груди и ребер и спины может быть в виде черепахи или панцира посмотрим еще как бы не решил ну точнее уже решил но все равно другие варианты еще не отметают вот такие вот собственно дела друзья ну а про масло я не знаю будем мы когда-нибудь с вами разговаривать или нет потому что тема то интересная холиварная ну ладно я когда-нибудь расскажу свои пять копеек про масло ладно все смеяться мне сейчас больно пока что ну ладно давайте все всем пока ставьте лайк подписывайтесь или не подписывайтесь в общем как хотите давайте ведь я уже даже левой рукой могу сам спокойно до кнопки дотянуться не как в прошлых видосах